Всем привет, вы на канале Виталий Плейс и сегодня у нас уже седьмой выпуск проверки лучших вирусных, самых крутых лайфхаков из тикток и инстаграм. Поехали! Ну что ж, друзья, давайте сходу смотрим сразу же первый лайфхак. Называется «Летаем по земле». Летаем по земле. Смотрите, значит тип выиграл матч и он не раскрыл еще парашют. Летит, летит и он летает просто над землей. Вот такой вот, ну это не лайфхак, это какой-то прикол, баг что ли игры. И вот так вот он выглядит. И еще раз. Так. Летит. Летит, парашют не раскрылся, а игра уже закончилась. То есть это в кастомке, его тиммейт каким-то, не тиммейт, а, ну понятно, что друг, но они играли, играли в разных складах, убил себя и это таким образом летает по земле. Давайте проверим первый лайфхак на сегодня. Ну что ж, ребят, сегодня у нас с вами седьмой выпуск проверки лучших вирусных, самых крутых лайфхаков из ТикТок и Инстаграм. А это значит, что видео получится очень крутым, поверьте мне. И пока мы с моим другом Джесси Пинкманом летим проверять первый лайфхак, для первого лайфхака ему нужно крякнуть быстрее, чем у меня раскроется парашют, я хочу поговорить с вами. Ребят, во-первых, огромнейшее спасибо каждому и в личности, особенно тебе. За то, что подписываешься на канал или подписался на канал уже, потому как у нас 119 тысяч подписчиков на канале на момент съемки данного ролика. Поэтому огромное спасибо, огромное спасибо. И если ты еще не подписан, пожалуйста, подпишись на канал, прожми лайк и обязательно нажми в колокольчик, чтобы не пропустить больше крутых видосов. Ну а если ты все это сделал, то хочу еще раз сказать огромное спасибо за вашу поддержку. Ну и если, ребят, у вас есть какие-то крутые видосы из ТикТока или Инстаграм на проверку, обязательно копируйте ссылочку, вставляйте ее в комментах под этим видео, оставляйте и, возможно, ваше видео я проверю в следующем выпуске лайфхаков. Ну а там, я так понимаю, Жека уже нашел либо гранату, либо канистру и давайте попытаемся выполнить данный лайфхак. Я думаю, что он рабочий, но это даже не лайфхак, это баг, прикол такой, называйте как хотите. Так, я уже выпал. Мы, к сожалению, без микрофона с Жекой, поэтому я не знаю. Тут надо споймать такой момент, чтобы не слишком далеко от земли и не слишком близко к земле. Жека, давай уже. Хороший Жека. Все, ребят, работает, смотрите. Мы, как Питер Пен, летим над Эрангелем. Поэтому, если хотите удивить своих друзей и показать им такой ролик, вы можете его сами повторить. Главное, чтобы была кастомка и чтобы ваш враг убил себя быстрее, чем у вас раскроется парашют. И потом вы сможете просто так вот летать на земле и, согласитесь, смотрится это очень странно. Очень странно это выглядит. Но работает. Крутяк. Ну что ж, ребят. Полетели проверять следующий лайфхак. Смотрим, ребят. Это вообще, на мой взгляд, самая крутая тема в видосе. Смотрите, такой безобидный бак. Берут, типа, гранату и выполняют прыжок супермена. Либо же лягушку, как это называют. И получается вот такой вот прыжок. Как будто ножницы в футболе пробивают ножницами, так футболисты. Очень круто выглядит. Не знаю, заработает или нет. Но давайте, естественно, мы его сейчас проверим. Я хочу сказать, что это вполне, наверное, даже не лайфхак, а баг. Но именно проверка данного бага станет самым крутым таким лайфхаком в этом ролике. Почему? Вы сейчас узнаете. Проверять я буду его, естественно, на тренировке. И почему же? Потому что, как вы знаете, многие писали мне очень часто о том, что Виталик после обновы убрали возможность делать прыжок супермена. Либо же лягушку. То есть, когда вы нажимаете прыжок и лечь, персонаж уже не делает прыжок супермена, либо же лягушку. А это был очень крутой лайфхак для того, чтобы пролетать в окна там, в тачку садиться и так далее. Я думаю, вы шарите о чем-нибудь. Поэтому первая новость плохая. Потому что я не смогу повторить данный баг, так как нам нужно было сделать с гранатой в руках как раз прыжок супермена. Вторая новость хорошая. Это то, что Виталик знает, как повторить лягушку, либо же прыжок супермена после обновы. Мне писали на стриме, в комментах, как это можно сделать. Ребята, все, что вам нужно для этого сделать. Зайти в настройки. Разделить прыжок и карабкаться. И, естественно, поменять управление таким образом, чтобы у вас было две кнопки. Вот прыжок и карабкаться отдельно. Теперь для того, чтобы сделать прыжок супермена, все, что вам нужно сделать, это нажать на кнопку карабкаться. И лечь. Вуаля. Поэтому он и после обновы работает. Ребят, я думаю, за то, что я показал такое, это видео заслуживает лайк. И напиши в комментах, если давно искал, как выполнить прыжок супермена, либо же лягушку. Я думаю, нам одной гранаты было бы достаточно. Теперь давайте попробуем повторить баг. Потому что баг, а не лайфхак. Берем гранатку, включаем наклон, зажимаем гранату и нажимаем прыжок, вернее, карабкаться и лечь. И еще разок. Это будет тяжеловато. Так. И еще разок. Просто управление неудобное. Не мое. Но зато работает и этот баг. Поэтому, если хотите понтануться перед друзьями, нажимаем вбок, зажимаем гранату, карабкаться и лечь. И ваш персонаж делает вот такой вот пинт. Давайте еще раз. Так. Тяжело. Но все-таки возможно. Тащи. Так что, я думаю, что это очень крутой баг, лайфхак. Потому что вы узнали, как сделать прыжок супермена, если кто не знал. После обновок. А мы идем проверять следующий лайфхак. Смотрим следующий лайфхак. Типы плавают в воде. Два с одной команды и один с другой команды. Один ныряет и поднимает своего тиммейта. И тиммейт, в свою очередь, убивает соперника. И таким образом они берут топ-1. Вот такой вот лайфхак. Очень крутой, на мой взгляд. И выполнен он, естественно, в кастомке. Поэтому давайте мы его тоже проверим в кастомке. Дельфины на месте. Бегу. Так. Жека, а ну подбивай меня снизу. Подплывай под меня. Ага. Ну я пробую вот на тебя наплыть. У меня ничего не... О-о-о-о! Хорош! Ребят, рабочая тема. Изи-то-до. Очень легко выполнить. Не вам нужно наплывать на вашего тиммейта. А именно тиммейту нужно подплыть под вас. И тогда все получается. Вот видите, он подплывает. Жека, ну попробуй подплыть. Да. И тогда персонаж автоматом берет оружие. Автомат. И вы разваливаете на 360 в воде. Очень крутая фича, если вы остались в таком месте, где сходится зона на воду. И играете в дуо хотя бы. Вот так. Хорош. Ребят, если зона сошлась в воду, вы играете в дуо или в скваде. Просите своего тиммейта, чтобы подплыл под вас. И занимаете топ-1. Днем проверять следующий лайфхак. Смотрим следующий видос из тиктока. Челик контролит челика. И этот тип решает подбежать к двери. Скарабкаться на нее. Взять каешечку. И вот таким вот способом, используя баги игры, чего я не советую делать. Убивает своего соперника. Ну понятно, что все это было сделано в кастомке. И это все дело безобидное. Но все-таки это как-то плохо использовать такие штучки. Давайте проверим, возможно ли такое сделать или нет. Нашел я гранату Жека, хакер. Еду к вам. Ребят, понятно, что тут была постанова, потому как челик сходу занял топ-1. Мне будут помогать Джесси Пинкмен и хакер. За что им огромное спасибо. И я почему-то уверен, больше чем на 100%, что это рабочая тема. Потому как мы знаем, как работают двери в игре. Пап, мобайл. Так, ну такого видео точно не было. Вставай. Хакер на позиции. Да, он контролит. Подпирай. Ребят, стопудово рабочая фишка. Давайте сейчас закроем нашего актера. Изи, топ-1. Ребят, я это показываю не для того, чтобы вы использовали, а наоборот, предостерегаю вас, что вас могут так вольнуть. Поэтому будьте осторожны. И так же там он ввалил с автомата. Я вам покажу, что можно любую гранату прокинуть. 100% можно. Будь то смок, молик, либо же слеповуха. Все пролетает. Вот. Моли. Поэтому будьте осторожны. И слеповуху сюда, прям на крышу. Вот, видите. И постреляем. Все проходит, весь урон проходит. Поэтому, ребят, будьте осторожны. И вот получился мой видос. Я надеюсь, он вам понравился. Я очень сильно старался над ним. Попрошу вас прожать лайк этому видео, подписаться на канал, если вы еще почему-то не подписаны до сих пор. И обязательно, обязательно нажать в колокольчик, чтобы не пропустить самые-самые новые крутые видосы. У меня на этом все. Всем спасибо огромное за просмотр. Всем пока, ребят.